доброго дня всем привет вот хочу поделиться некоторыми наблюдениями что происходит в теплице когда идет понижение температуры блоки которые еще недавно были в состоянии покоя периодически начинают прогоносить если очень интересные спектры там всем процессе то что крибы не идут одновременно как бы растягиваются что очень удобно удобно в том плане что вот я их срезал новые и это как бы не особо не напрягает при сборе грибов что довольно удобно коммерческом плане скажем если бы эта вешенка была я предполагаю что в отношении было бы более дружно естественно с реализацией могут быть проблемы с а так это идет постепенно вот я расставляю раздеваю потихоньку когда чтобы не было вот этих нюансов сейчас покажу я уже срезал много кратно скажу это идет волны идут постепенно между блоком нужно следить за тем чтобы гриб не деформировался каким-то образом что я сел вчера я срезал грибы Вот такие, в таком плане, чтобы они не упирались, нужно их раздвигать. Вот такое плодоношение. Я хочу рассказать ещё о довольно интересном моменте, эксперименте, который я провожу параллельно с обычными блоками, я перехожу на другой вид блоков, несколько меньших размеров, чтобы каждый мог выращивать грибы. Я буду готовить такие блоки. Сейчас это эксклюзивно, я покажу эти блоки и расскажу об этом. Вот кошка увидела, забивается моего внимания. И так плодоношение происходит. Эти блоки уже многократно плодоносили. Это и не первая волна, и не вторая. Я не считаю их. Обычная теплица, укрытие. Сверху затенения этого достаточно, чтобы процесс протекал. Так сказать, стабильно. Без всякого ухода. Полив горошение раз в день. И в общем-то всё. Брёвна, которые я сплеял, я поставил на них блоки. И видно то, что эти блоки не плодоносят. То есть они приросли сюда и становятся частью нового субстрата. И так как есть питание в данных субстрате, то плодоношение останавливается. Вот я даже поставил старый блок. Довольно старый, так не мешай. Довольно старый блок. И он всё равно приросли. И естественно мицелий пошёл туда, вовнутрь бревна. Это видно вот. Отдеревенение происходит. Ну такое, скажем, потемнение. Твой мицелий, который был беленький, сейчас происходит вращивание. Мицелия в пололокнам этого дерева вовнутрь. То есть идёт процесс. Эти брёвна довольно тяжёлые. И один блочок позволяет нам проращивать, ну тут он, я когда носил, довольно достаточно. Это груша старая, которую я испилял. Скажем, будут шиитаки расти на этой, не деньгод. И это довольно простой способ в сравнении с зерном. То есть, что я хочу, я хочу проращивать меньше размеров блока, ему плоский. Приблизительно по поверхности бревна. Хотя это не обязательно. Ну, и проращивать древесину таким образом. Таким способом можно и вешенку поставить на блок. То есть, таким образом можно получать надёжным способом, без всякого зерна и так далее. Уже, так сказать, понятно, что субстрат пророс. Он вот тут. Столько проще, его оторвать надо. То есть, тут я приложу усилия, и они между собой посрастались, и абсолютно не хотят даже разделяться. Вот, стоят между собой рядом. Вот, как видите, они срастаются между собой. То есть, это такой получается, если такой лес выстроить, то это получится такой монолит. Я представляю. Причем это можно делать, скажем, в балочке. Накрыл пленочкой и всё. Значит, какая особенность? Когда есть питание, есть питание субстрату, он, блок, уходит в, не выходит на полоношение, а уходит дальше на освоение этого субстрата. Чего я ожидал. То есть, отсутствие грибов меня только радует, потому что, ну, это как раз и даёт, подтверждает моё предположение, что таким образом можно легко увеличивать, легко проращивать брёвна. Это, скажем, не обязательно такой толщины делать. Ну, достаточно 4 сантиметра, скажем. Как покровный грунт, скажем. Ну, это так, образ. Это достаточно проращивать крупные массивы древесины. Мицелий будет проникать в грудь насквозь, пронизывая по естественным, да, по естественным волокнам. Поэтому древесину нужно располагать таким образом, чтобы, чтобы было естественное, ну, как вот, расположение бревна, чтобы капилляры впитывали, как дерево стоит, то есть нужно перевернуть. Как движутся, естественно, питательные вещества в древесине, так приблизительно должен располагаться в таком же направлении, не бревна. Ну, это понятно, потому что мицелий таким образом берёт влагу из блока, после полива она проникает в древесину, и это упрощает весь процесс развития. Конечно, он будет просто против, но я решил так. Но я не могу утверждать, насколько я так уж и прав. Ну, мне кажется, что прав. Вот эти бревна, вот они, посрастались в монолит. По-моему, это довольно интересно. Мне эта еда, кажется, простая, но мне она очень понравилась. Наделать таких, скажем, блочков нет особых проблем. Вы получаете в десятки раз больше, то есть в сотни раз больше субстрата, причём качественно. зимняя груша. Ну, она не нужна была уже, она уже дряхленькая была. И я рад, что я нашёл ей применение. Огромное дерево. Так, а теперь я сейчас покажу то, что с новыми облачками. Редактор субстрата. Желаю вас в этом, и подоживаю вас. И я эти наиболее груши. Так… Попробуем. это... 像ом...